Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец, у нас сегодня уже 9 октября 23 года и это значит, что сегодня уже третий день контртеррористической операции, которую армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, спецслужбы и правоохранительные органы проводят против террористической группировки ХАМАС, а также припнувшей к ней террористической группировки Хезболла с территории Ливана, которая осуществляет ракетные обстрелы, рейды, убийства массово мирных граждан, похищение их и уже ближе к вечеру стало известно о том, что боевики группировки ХАМАЗа или о том, что будут расстреливать, казнить, если быть точным, по одному израильскому заложнику в случае каждого обстрела любого здания на территории сектора Газа, все это будут записывать на видео и собираются выкладывать в интернет. Это обычная для террористов тактика запугивания и устрашения, тем не менее в силах обороны Израиля уже заявили о том, что наличие заложников на территории сектора Газа не будет останавливать армию Израиля в нанесении ударов по тем или иным объектам, если они будут считать, что на их территории находятся террористы, либо их главари. Сегодня третий день борьбы израильского народа против террористической угрозы и народ Израиля сплотился и показывает чудеса. Мужество, солидарность и сплоченность перед лицом страшной опасности, которая нависла над государством Израиль впервые за последние 50 лет. Последний раз подобная угроза существовала в времена войны Судного дня, которая началась 6 октября 1973 года. Ровно 50 лет в эти же самые даты. Катар заявил о том, что ведет переговоры с террористической группой Хамас об обмене пленных израильтян на палестинцах в тюрьмах Израиля. Нетаняху сообщил Байдену о подготовке наземной операции в секторе Газа. В украинской военной разведке сообщают о том, что Россия, скорее всего, передала террористам из Хамас трофейное западное оружие, захваченное в Украине, с целью обвинения Украины в том, чтобы она якобы передавала или продавала это оружие террористам. И уже эта информация получила подтверждение во всех террористических российских пабликах, вовсю вопят о том, что Украина якобы вооружала палестинских террористов. Издание Times of Israel и идиот Охронот сообщают о том, что египетские спецслужбы за несколько месяцев предупреждали правительство Израиля о готовящейся ужасной операции, о том, что грядет что-то большое. В то же время New York Times пишет о том, что у разведки Израиля не было никаких данных о подготовке нападения террористов из Хамас. Армия обороны Израиля заявила о вторжении в страну группировки боевиков с территории Ливана. Речь идет о группировке Хезболла. Иран официально заявил о том, что поддерживает Палестину, но якобы не помогал Хамасу в подготовке нападения на Израиль. Эту информацию опровергла сама армия Ирана, которая разместила в армейских СМИ сообщение о том, что иранская армия в любой момент выполнит приказ нанести удар беспилотниками по территории Израиля. Вот такая скандальная история приключилась. А вагнеровцы готовили террористов Хамас к нападению на Израиль. Такой прогнозируемый итог сегодня заявления Центра национального сопротивления в Украине. Они уверяют, что у них есть для этого соответствующие факты. Но начнем, друзья, с информации издания Times of Israel. Очень интересная информация, а также Reuters, которые сегодня вышли с информацией о том, что нападение на Израиль является крупнейшим провалом израильских спецслужб. Да, я понимаю, информация не из приятных, но тем не менее о ней сегодня открыто пишет вся израильская пресса. И вот в частности сегодня издание Times of Israel написало о том, что представители египетской разведки предупреждали о подготовке нападения на Израиль. За много месяцев до этого говорили с израильтянами о том, что готовится что-то большое, что ситуация взорвется и очень скоро она будет большой. Цитирует Times of Israel, анонимного представителя разведки Египта. Однако в Израиле недооценили такие предупреждения, говорит представитель египетских спецслужб. Израильские официальные лица сосредоточили все свое внимание на западном берегу реки Иордан и преуменьшили угрозы со стороны газа. Правительство Нетаньяху в основном состоит из сторонников еврейских поселенцев западного берега, которые требуют ужесточения мер безопасности перед лицом растущей волны насилия там за последние 18 месяцев. Вот такие ошибки привели к этим трагическим результатам. А Reuters еще более подробно разобрал буквально по винтикам эту ситуацию. Пришел к выводу о том, что Хамас очень тщательно подготовил информацию по дезинформации и израильских и американских спецслужб. И оно явилось полным сюрпризом не только для израильтян, но и для американцев. При этом террористы готовились под самым носом у западных разведок. Они построили в секторе газа копию израильского поселения, где отрабатывали высадку штурма и десанта. Подготовка при этом снималась на видео, утверждает собеседник Reuters из числа боевиков Хамас. Хамас тщательно продумал свои действия, воздерживался от агрессии против Израиля за последние два года и не поддерживал активные действия исламского джихада. Это вызывало критику со стороны исламистов, но помогло создать впечатление, что сам Хамас войны не хочет. Кроме того, субботнее нападение явилось еще сюрпризом по той простой причине, что длительное время Израиль пытался интегрировать палестинцев в свое общество, предоставлял им возможность получения легальной работы и заработка и считал, что чем меньше будет экономических проблем в секторе газа, тем ниже будет уровень терроризма. Это есть такое выражение в Украине «приспал и пыльность», то есть в буквальном смысле усыпили бдительность израильских и американских спецслужб. И, к сожалению, мы видим, это привело к самым трагическим последствиям, я говорил накануне, о том, что есть все шансы, что мы увидим такую израильскую бучу, массовую трагедию. К сожалению, она произошла в пустыне недалеко от сектора газа, где проходил крупнейший музыкальный фестиваль и где известно уже как минимум о 280 замученных посетителях этого музыкального фестиваля. Там были граждане многих стран, не только Израиля, их пытали многих и они были убиты буквально в той же самой манере, в которой российские оккупанты убивали украинцев в Буче, в Ирпине и в других городах. За спиной связанная рука, руки проволокой либо проводом и затем убиты выстрелом в затылок. Ничего, собственно, удивительного нет. Почерк этот российский прослеживается, в том числе и в том, что Россия тут же попыталась использовать эту трагедию израильского народа для распространения нарратива собственной пропаганды. Главное управление разведки Украины утверждает, что оружие, которое было произведено на территории США и Европейского Союза, было передано боевикам Хамаса. Оно было захвачено на территории Украины в ходе боевых действий российскими оккупантами и затем передано палестинским террористам с целью обвинения Украины якобы в продаже этого самого оружия террористам. В заявлении Гура утверждается, что захваченное российскими войсками в боях в Украине оружие является масштабной провокацией против Украины. И следующим по плану россиян шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных якобы в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. Это мы видим сейчас в их пропагандистских пабликах, ровно об этом они и пишут, все начиная от Соловьевой и заканчивая Скобеевой. Все в один голос вопят о том, что посмотрите, вот это самое оружие, скорее всего оно будет предъявлено в ближайшее время. Образцы этого оружия, скорее всего будут средства ПЗРК, ПТРК, то есть переносные зенитные комплексы и переносные противотанковые комплексы западного производства, те же самые стингеры, НЛАВы и другие системы уничтожения, плюс стрелковое оружие, которое будет предъявлено якобы в качестве доказательства того, что украинская армия все это продавала. Заявление ГУР также содержит утверждение о том, что в пропагандистской борьбе Россия может использовать заявление перебежчика бывшего офицера погранслужбы из Закарпатия Руслана Сырового. Уже в понедельник российские телеграм-каналы распространяли видео с Сыровым, в котором тот рассказывает, что работал на российской спецслужбе с 2014 года. Зам. председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после заявления ГУР написал в своем характерном алко-стиле в телеграме, что оружие, переданное Украине и странами Запада, активно применяется в Израиле. Цель, понятно, очевидно, рассорить Украину с западными союзниками, а также рассорить Украину и Израиль. Украина, которая солидаризировалась с народом Израиля с первых дней в их борьбе против терроризма. Эта цель абсолютно очевидна. При этом ряд американских политиков, в основном сторонников экс-президента Дональда Трампа, выступили с предположениями, что поставленное Украине оружие могло попасть в руки Хамаса. Странно, правда, синхронное заявление. Сегодня администрация Белого дома заявляла о том, что доказательств того, что поставленное Украине оружие оказалось за пределами страны, никаких нет. Тем не менее, Иран, который стоит явно, как и Россия, за спиной палестинских террористов, сегодня официально заявил о том, что не помогал готовить нападение Хамаса на Израиль. Это заявление тоже было опровергнуто армией самого Ирана, который разместил плакаты пропагандистские, смысл в том, что мы готовы в любой момент выполнить приказ осуществить атаку БПЛА против сионистов, как они об этом пишут. Еще одно доказательство вовлеченности России в эту войну, то, что мы предполагали, вот оно подтвердилось, получило подтверждение. Вагдеровцы, наемники Вагнера готовили палестинских террористов из Хамаса к нападению на Израиль. Часть наемников Вагнера, которая выехала из Беларуси в страны Африки, были привлечены к подготовке боевиков Хамас, которые 7 октября напали на Израиль. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. В ЦНС отметили, что ключевым направлением подготовки хамасовцев стало обучение штурмовым действиям и применение БПЛА для сброса на бронетехнику и личный состав. Это все мы наблюдаем по тем видео, которое выкладывают террористы. Все это еще одно доказательство, уверенное доказательство того, что и иранский террористический режим, и российский террористический режим причастны к этой атаке. Уверен, доказательства будут найдены, более серьезные, в том числе и видеоматериалы, в том числе, я думаю, будет это и переписка. Наконец, свидетельство захваченных самих боевиков, которых тренировали на территории сектора газа. Тем временем, представители Катара, которые также финансируют террористов из Хамаса, об этом пишет западная пресса, провели срочные переговоры со своими палестинскими подопечными для освобождения граждан Израиля, в основном женщин и детей, в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из тюрем в Израиле. Об этом сообщает один из источников Reuters, при этом официальный представитель Израиля, факт переговоров опроверг. Израиль действительно сообщает о том, что никаких переговоров, об этом пишет издание Times'а вызов, никаких переговоров об обмене заложников они на данный момент с террористами не ведут. И, наконец, премьер-министр Израиля Нетаньяху в разговоре с президентом Байлоном сообщил о подготовке наземной операции против террористов Хамаса в секторе газа. Сейчас этот террористический анклав стирается квартал за кварталом, он уничтожается и когда начнется наземная операция, она будет длительной, об этом предупреждает в том числе и Министерство обороны Израиля о том, что следует рассчитывать о том, что эта операция будет длительной. Они уже обратились ко всем гражданам Израиля подготовить минимум трехдневный запас еды, воды, батареек для того, чтобы подготовиться, жить автономно в бомбоубежищах, в подвалах. Это означает, что в самое ближайшее время количество обстрелов со стороны террористов может возрасти. Ну и подтверждение этого о том, что армия обороны Израиля заявила о вторжении группировки Хезболы с территории Ливана. Военные заявили о том, что силы Цахала уничтожили боевиков, которые проникли из Ливана. И армия обороны Израиля продолжает прочесывать местность, используя в том числе ударные вертолеты. Сегодня же боевики Хезболы в своем телеграм-канале разместили видео, в котором угрожают нанесением новых массированных ракетных обстрелов по территории, как они заявляют, сианинского режима. Так они называют государство Израиль, не признавая сам факт его даже существования. Позднее, друзья, в следующем видео я собираюсь разобрать причины этой войны. Неожиданно, на первый взгляд, что стоит, какие тайные пружины этого нападения, развязывания войны и почему это нападение произошло именно сейчас. Почему за этим нападением стоял Иран и каких целей он пытался добиться. Друзья, вы подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где много эксклюзивных видео. Сейчас из Израиля очень много мне скидывают мои израильские друзья. Я это выкладываю первым, потом это уже перехватывают и начинают распространять другие телеграм-каналы. Одним словом, там очень много эксклюзивной информации, поэтому подписывайтесь на канал, берегите себя. Обязательно следите за обновлениями. Израиль победит, друзья, желаю победы. И в этом он желает весь украинский народ. Слава Украине, друзья. Слава вооруженным силам Украины. Слава главкому Валерию Залужному. И победы народу Израиля над злом. Злом, который пришел в мирные израильские дома, убивать женщин, детей, гражданских. И это зло обязательно, друзья, будет уничтожено. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.